Это сиренево-розовое чудо называется Орчет Анна. Почему я говорю чудо? Потому что он меня всегда поразил, потому что у него внутри цветка сиреневый и розовый тона. Они не бывают постоянно в одном месте. Бывают такие цветки, у которых больше переливы. Одни лепестки светлее, другие темнее, и центр темнее внутри. Внутри вот эти желтые тычиночки, они почти не видны, закрываются. И вот этот переход цвета, даже как бы аж немножко такими продольными полосочками, видишь, до чего интересный сорт. И вот у него такие полосочки здесь. И за счет того, что цвет внутри играет, создается такая вот радужная игра розового-сиреневых оттенков на лепестках. И сейчас у вас на экранах отличный срезочный сорт Элк Гроу. Это Клемовская селекция 2003 года. Пион хорош, у него крепкий цветонос, нежный такой чистый розовый цвет. И интересно выставляется верхушечка. Посмотрите, на розовых цветах крупные, большие крупные листья внизу. И выставляется такой короной верхушечка у этого чудесного пиона. Отличная срезка, повторю, отличная срезка. Высота цветка взрослого куста 85 сантиметров. И большие, такие крупные цветки будут отлично смотреться у вас в срезке. Номер 2010 на нашем сайте цветокснк.ру. Это отличный срезочный сорт. Средне-позднего срока цветения у нас некоторые цветки раскрылись. Вчера еще он был закрыт. Сегодня 25 мая. Некоторые цветки уже раскрылись, но есть и те, которые еще в состоянии бутона. И смотрятся, конечно, в бутоне тоже потрясающе. Посмотрите, он не просто махровый. Он махровый, розовидный. Что значит розовидная форма пиона? Это когда внутри лепесточки сложены, как роза. Да и видите, такая серединка сложена, как роза. Например, как у Генри Бокстас. Это очень явный махровый розовидный пион. The Fawn, конечно, потрясающе смотрится на участке. Цветки набивные, такие густые. И вот эти вот крапинки на лепестках удивительные. И редкое направление в современной гибридизации. Хотя он достаточно давно был выведен. Но таких пионов очень мало с такой формой и окраской лепестков. А пока любуемся The Fawn. Он шикарный. И повторю, отличный срезочный сорт. Достаточно высокий. 90 сантиметров будет высота куста. Крепкие цветоносы, что позволяет сделать хорошую срезку. И хорошо будет стоять в срезке. Здесь же есть такая закономерность, что совсем ранние пионы не очень хорошо стоят в срезке. Они относятся к весенним таким прям ранним весенним цветам и не любят срезку. А более поздние сорта, такие как The Fawn, они отлично стоят в срезке, отлично смотрятся в бутоне. И вообще будет прекрасное украшение и участка. И для тех, кто занимается срезочными пионами, The Fawn, обратите внимание, у него практически непроизносимое для меня название. Поэтому Юрий Борисович напишет его сейчас под этим видеороликом. Эксклюзивность этого сорта заключается в крапинках на розовых лепестках. Как будто обрызгали нежнейшие розовые большие бутоны с яркой краской розовой. И смотрится это удивительно. Это просто захватывающий вид цветка. Его цветение просто завораживает всех, кто приезжает к нам на участок. Посмотрите на вот эти красные крапинки на лепестках. Это еще один... Он еще не распустился. Да, еще не распустился. Вот сейчас появятся хорошо видны вот эти красные крапинки, красные лепесточки. Это добавляет ему еще большей экстравагантности. Очень крепкие цветоносы. Ой, а вот какой интересный. Да, этот красавчик распустился одним из первых. Посмотрите, видно хорошо красные мазочки. Отлично видно крапинки на лепестках. Пион смотрится потрясающе и в бутоне, и в роспуске. Хорошо стоит, долго цветет. И, конечно, это делает его хорошим срезочным сортом. Обратите внимание те, кто занимается срезкой. У него хороший размер цветка 16 сантиметров. Высота цветоноса 90 сантиметров. Эксклюзивный, редкий сорт. Посмотрите, как сложена у него серединочка. Очень красиво. Хороший сорт. Мы рекомендуем его для ваших участков и на клумбу, и на срезку. Сейчас я вам покажу еще один пиончик. Смотрите, ну красота. Красота. Эксклюзивный, редчайший и очень экстравагантный сорт. Сейчас доцветают последние поздние сорта, доцветают средне-поздние. Но Сара Бернар сегодня распустилась и добавила нам счастья, добавила нам энтузиазма. Это пион, представьте себе на минуточку, 1906 года регистрации. Но с тех пор она встречается во многих мировых питомниках. Я не говорю уже у тех, кто приобретал ее давно и выращивает у себя дома на участках. Мировые питомники пионоводческие продолжают заниматься размножением этого красавчика. Сорт Сара Бернар. У нее очень красивый, настоящий сиреневый оттенок, сиреневый просвет внутри цветка. И это очень красивое сочетание розово-сиреневый, густонабивной. Набивной цветок до 20 сантиметров. Диаметр этого сорта, высота цветоноса 85 сантиметров. И стебли очень-очень прочные, очень мощные. И сейчас мы ее еще понюхаем. Очень хороший аромат, настоящий пионовый. Слово, вот я, наверное, за этот видеоролик раз 10 сказала очень-очень-очень. Потому что это слово характеризует эту красавицу. Она действительно заслуживает, чтобы с 1906 года ее продолжали размножать питомники, продолжали предлагать любителям пионов. И те, кто опытные пионоводы, знают эту красавицу, и она не нуждается в дополнительных представлениях. Обратите внимание на эту красавицу. Она очень хороша. Сегодня у нас 28 мая. Она распустилась несколько дней назад. Была дождливая погода. Мы дождались, наконец-то, солнечного, ясного дня, чтобы снять ее во всей ее красе. И это, на секундочку, однолетний куст. Двухлетнее, трехлетнее растение покажет еще более интересную форму, более крупные цветы. И очарует вас своим цветением. Мы не зря делаем видеоролики, скажут, зачем вы снимаете однолетние растения. Ну что, у вас же есть, дублируют сорты и однолетние, и взрослые кусты. Да, потому что это важно, чтобы вы видели, как цветут у нас однолетние пионы. Потому что это вопрос, который очень часто задают, особенно те, кто только заказывает пионы. Они спрашивают, а когда он у меня зацветет? А как он покажет свое цветение? А что он покажет на первый год? Так вот, при хороших условиях, при хорошей земле, хорошем поливе, пионы покажут свое цветение на первый год. Оно будет немного слабее, чем у взрослого растения. Но все равно мы можем с достоинством оценить и форму, и размер этого чудесного цветения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok